Всем привет, друзья! С вами Вула на ваших экранах Парагон, и я решил возродить старую рубрику гайдов по Парагону. По героям, механикам и так далее и тому подобное. Самое главное всё быстро, коротко и по делу. Всё-таки уже столько всяких последователей игры было, и Кор, и Фаулт, и сейчас их целых два. Так что гайды по старому Парагону совсем уже не актуальны. И сегодня мы начнём с Марти. Недавно выпущенный герой, и по совместительству лютая им бища. В игре сейчас есть только два правила. Первое. Банить Марти в рейтинговых играх. И второе. Обязательно брать в быстрых играх. Не пикнули Марти? Ошибка. Соперники пикнули Марти, а вы нет. Фатальная ошибка. Да, на данный момент Марти просто аннигилирует всё живое на карте. Сейчас расскажу почему. Итак, первая и наиважнейшая способность на Ешку. У нас способность пространственный разум. Проще говоря, обычная метка. Наносит совсем мало урона, но ставит на цель метку на 3 секунды. И дальше начинается самое интересное. ПКМка. Создает несколько сгустков энергии и кидает их в зону вашего прицела. Имеет отличный урон, но в отличие от всяких соплей Ревенант или Шрапнели Мёрдока, Е нужно попадать самому. Что в целом делает эту способность сбалансированной. Но. Вот тут вот начинается жопа. Фишка способности Марти в том, что если на цели есть метка от Ешки, Её способности наносят больше урона. У ПКМки прирост урона небольшой, но тоже есть. Но сейчас мы переходим к нашей основной дамажащей способности. И это Кьюшка. Или призыв маленького Якши. Сказалось бы, ну, обычным для мага уроном. Но не тут-то было. Потому что если на цели есть Ешка, цель получает пизды ещё раз. Более того, первый удар этой способности замедляется, а второй ещё обездвиживает на секунду. И это просто разнос всего эрлигейма. Прокаст Е, Кью и ПКМ, ну, если, конечно, не убивает, то точно оставит любого мидера на лоу ХП. И это уже на третьем уровне. Что ж уж говорить, когда у вас будет ульта. И ульт тут, я вам скажу, ни капельки несбалансирований. Потому что ультом мы можем уже призвать полноценного Якшу. И кроме того, что он ещё имеет свой дамаг и постоянно лупит противника. При появлении, при использовании ульты, он притягивает противников и наносит урон в месте призыва. А потом ещё раз нажав R, вы прикажете ему прыгнуть ещё раз. Подбросить цели и нанести урон. Благо, что хотя бы метка не усиливает ульту. Но и без этого не легче. Теперь уже прокаст Марти забирает абсолютно любого ватного персонажа. То бишь всяких кериков, мидеров, лесников с малым количеством ХП. Но тем, у кого ХП много, придётся улепётывать с горстками оставшегося здоровья. Но и это ещё не всё. Более того, призванный Якша, после того, как вы избавитесь от противника, и в зоне действия Якши не будет других героев, он пойдёт лупить ближайшую башню или ингиб. Да пофиг что, он будет лупить всё, что мешает ему добраться до ядра. В общем, если вы играете на Марти, то способности раскачивайте в такой последовательности. На первом уровне Q, на втором E, на третьем ПКМ, а дальше замакшиваем Q, потом ПКМ, с перерывами на взятие ульты. E качаем в самую последнюю очередь, она нам нужна только ради метки, хотя по сути это самая основная способность у нас, хоть и не дамажащая. А ходим мы на Марти либо в мид, либо в саппорты. Причём в саппорты ещё веселее, чем в мид, потому что там фрагов больше. А по предметам всё просто. В целом, система предметов в парагоне не такая уж и разнообразная, так что почти на любую роль есть всего, ну, несколько билдов с небольшими разветвлениями. На танках, наверное, как бы больше разнообразия всякого, потому что можно качнуться в магическую защиту, физическую защиту, в ХП и так далее, тому подобное. А вот на магах тут, конечно, попроще. Собираем Марти. Ботинок, то-то, сердце. Ну, если противники ещё не сдались, что сейчас, кстати, в парагоне случается очень редко, потому что катки короткие, собрать 6, а то и 5 предметов – большая редкость. Так что, если вам всё ещё есть на что тратить монетки, можно взять мини-моду. После последней обновы этот предмет апнули, и кроме того, что он замедляет цели, даёт неплохой такой прирост в принципе характеристики магической атаки, так ещё и теперь на 10% увеличивает магический урон. Можно взять ещё кнут, если у противника есть кто-то хилищийся, либо бластер, чтобы резать броню. Ну и напоследок можно взять завет аркона, если там уже совсем лейтгейм, лишний вампиризм вас спасёт в замесах. А в целом, Марте нужно резать нахрен. Кедре нефей не просто вот. Как минимум, резать урон с кьюшки, может не именно урон от скилла, а дополнительный урон от магической атаки. Плюс что-то с ультой делать. Крайне проблемная херня. Мало того, что эта шняга сама по себе имеет неплохой урон, плюс подброс, так эта псина ещё живёт 35 секунд, что позволяет ей вносить дамаг с руки по противникам, и кроме этого ещё пушить лайны. Так что вариантов два. Либо резать время жизни до секунд десяти, либо менять скилл так, чтобы после второго использования псина сразу исчезала. Тогда будет логичен именно вот выбор. Либо вы вливаете прокаст, но лишаетесь собаки, либо вызываете собаку, но не юзаете ульт второй раз, и получаете дополнительный пуш-потенциал. А сейчас и урон у неё огромный, и свой карманный мини-прайм есть, и живёт он долго. Так что такие вот, друзья, дела. А на этом всё, пожалуй. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчики, чтобы не пропускать новые видео, новые гайды, а также стримы, на которых мы играем все вместе. И играйте только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока.